Привет всем! Вы на канале ТОП-Армия. Бронированный автомобиль специального назначения Тайфун ВДВ успешно прошел государственные испытания. Модель К4386 также тестировалась в ходе полевых экспедиций с Минобороны Российской Федерации на Эльбрусе. Отзывы всех, кто ездил на опытных образцах хорошие, испытатели довольны, заявил изданию Милпресс военный председатель дирекции АО Рамдизель Александр Матвеев. Он также отметил, что для выявления детских болячек броневик Тайфун ВДВ принимал участие в двух экспедициях на высочайшую гору Европы Эльбрус. По техническим недостаткам, которые там выявили, не могу сказать, но последней экспедиции главный конструктор был доволен, подчеркнул Александр Матвеев. Бронеавтомобиль Тайфун ВДВ К4386 выполнен по схеме несущий бронекорпус и имеет комбинированную защиту из керамической брони. Помимо экипажа машина может перевозить 8 десантников, бронекорпус выдерживает подрыв от 4 до 6 килограммов тротила. Для обороны на бронеавтомобиле установлен дистанционно управляемый боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом по КТМ. В качестве силовой установки используется дизельный двигатель КАМАЗ мощностью 350 л.с. Благодаря нему 13-тонный бронеавтомобиль может разгоняться на шоссе до 100 км в час, преодолевать подъемы крутизной до 30 градусов и брод глубиной до 2 метров. Емкость топливных баков обеспечивает запас хода по шоссе до 1200 км. Продолжение следует...